Мы возвращаемся в студии Медиаинформы. Напомню, с нами на видеосвязи известный российский политик-оппозиционер Дмитрий Гудков. Дмитрий, вопрос об Алексея Навального. В каких вы с ним отношениях? Ну, он у меня был на свадьбе, я у него был на дне рождения. Мы с ним были в Координационном совете оппозиции. В целом, у нас нормальные отношения. Он поддерживал, например, сбор подписей в моем округе. Ну, такие нормальные деловые отношения. Дмитрий, некоторые эксперты, в частности Александр Невзоров, известный российский журналист, они отмечают, что Навальный, несмотря на, безусловно, свой талант, является неким отражением Владимира Путина. В том смысле, что он сам по себе очень автократичен. И в случае, если, например, он придет к власти, возможно, в России не установится та либеральная демократия, которой вы мечтаете и хотели бы видеть в своей стране. А так ли это? Есть ли у Алексея Навального вот эти вот нотки автократизма? Ну, давайте я отвечу честно. Я не буду обсуждать своих союзников, их достоинства и недостатки, потому что мы все находимся в зоне риска, мы все рискуем. Многие из нас сидели в спецприемниках и так далее. Это просто неэтично, с учетом тех рисков, которые Алексей и его команда на себя берет. Поэтому я просто, я по-другому отвечу на ваш вопрос. Любой политический лидер, даже вообще любой лидер, не только политический, он где-то все равно имеет вот это вот, ну, в разной степени автократных, ну, это как бы свойство любому лидеру. Поэтому, чтобы такого не случилось в России или в любой другой стране, надо развивать, не менять одного, там, Путина на Иванова, Петрова, Навального, Гудкова или кого угодно. Нужно менять систему принятия решений. Режим нужно менять, нужно строить институты, нужно сделать так, чтобы любой человек, который бы пришел в нашей стране к власти, то это была бы не абсолютная власть, а он был бы ограничен независимым судом, по-настоящему независимым, независимым парламентом, который может в любой момент импичмент организовать, или там, чтобы регионы были независимы, поэтому должна быть настоящая федерализация тогда. Поэтому, какими бы мы не были, там, где-то авторитарными или, там, демократичными, это не дает никакой гарантии. Даже если самый замечательный, либеральный, демократичный, какой угодно, честный человек приходит к власти, то власть развращает, а абсолютная власть абсолютно развращает любого человека. Поэтому, поэтому я... Не слышно меня, да? Нет, слышно, слышно, да, продолжайте. Да, поэтому я против того, чтобы менять Путина на кого-то другого в этих условиях. Я за нормальную конституционную реформу, где мы ограничим президента двумя сроками по четыре года, где мы выведем суд, абсолютно выведем суд из-под управления президента, то есть президент не будет их утверждать, в прекрасной, там, России, будущего или в России, моей мечты, как угодно, можно говорить. Где парламент будет избираться по нормальным правилам, честным правилам. И я, на самом деле, автор такого законопроекта, целую систему предложил выборов. Где губернаторы и мэры будут избираться напрямую, не будет никаких фильтров. Ну и тогда... Хорошо, Дмитрий... Собственно говоря, в этой стране неважно, кто приходит в власть, он ограничен уже изначально. Дмитрий, давайте исходить из реалий сегодняшнего дня. В любом случае, любое оппозиционное движение, если оно хочет достичь результата, оно должно иметь своего лидера. Так было в 2004 году, когда лидером оппозиции был Виктор Ющенко, а вокруг него объединились все остальные. Так было в 2003 году, когда вокруг Михаила Саакашвили объединилась грузинская оппозиция. Так было два года назад, когда вокруг Пашиняна объединилась оппозиция в Армении. И, на ваш взгляд, может ли Алексей Навальный стать тем человеком, вокруг которого в ключевой момент объединится российская оппозиция? Во-первых, если вы приводите в пример вот эти страны, надо понимать, что есть выборы, есть кандидаты, вокруг этого кандидата объединяются разные оппозиционные протестные силы. И тогда это действительно реально. В нашей стране и Алексей Навальный, и многие оппозиционеры просто к выборам не допущены. Поэтому у нас система, она может сложиться таким образом. Ну, например, будет, не знаю, там, выбор мэра Москвы, предположим, будет какой-то единый кандидат, вокруг которого объединятся все. Или, например, вот были выборы в Московскую городскую думу, там произошло объединение вокруг целой группы кандидатов. Я был в числе этой группы. И когда нас всех пересажали, больше 60 тысяч человек вышло на улицу. Поэтому это будет все зависеть от момента, но лично я буду настаивать, чтобы было объединение не только вокруг фигуры, но и вокруг идей. И эти идеи, они должны включить в себя все тезисы, которые я писал чуть ранее. Это разделение властей, независимые институты, парламент, суд и так далее. Тогда можно объединяться вокруг фигуры. Просто вокруг фигуры объединяться нельзя, какая бы она замечательная ни была. На выборах 2016 года в Российскую Государственную Думу вас поддержала партия «Яблоко». Тем не менее, вы не вступили в партию «Яблоко», и вы как бы с ней продолжаете сотрудничество. Но вы пробовали развивать свой политический проект, партию «Перемен», напомню, которая так не была перегистрирована Минюстом и до сих пор носит название «Гражданская инициатива». Почему вы не входите в партию «Яблоко» и не пробуете сделать именно там политическую карьеру и стать у руля этой партии? Ну, во-первых, с «Яблоком» мы действительно сотрудничаем. Это раз, да. Второе. Нужно понимать, что я же не один сам по себе, Дмитрий Гудков. У меня это большая команда. И, например, для меня важно, чтобы именно эта команда могла действительно принимать решения внутри политической организации. Это, конечно, вопрос лидерских амбиций. Если ты номер один и видишь себя как номер один, ну, ты же не пойдешь номером два, три, пять или так далее. Это же тоже вопрос амбиции, он очень важен, потому что команда, люди идут за лидером, надо понимать. Вот. Но я не исключаю, если сложатся обстоятельства каким-то образом, и там объединиться «Яблоко» и другие команды в какую-то мощную политическую силу, я не исключаю, что я готов буду со всеми сотрудничать, готов буду выдвигаться и от «Яблока», если это будет как формальное там, формальное выдвижение будет от «Яблока», я готов буду идти от «Яблока», и я поддерживаю очень многих людей в «Яблоке». Но при этом есть и другие политические силы, с кем у меня тоже сложились хорошие отношения. Поэтому я буду стараться всех объединить. Как только мы объединяемся, есть результат. Вот мы объединились в Москве в 2017 году, и мы провели 267 депутатов. Никто не верил, что мы и 10 провели. Это дает объединение, потому что, когда избиратель наш видит союз разных политических сил, он в это вкладывается, он жертвует время, деньги, он идет, голосует, он видит результат, и вот дальше он хочет поддерживать эту силу все больше и больше. На выборах... Синергия возникает, так же, как на выборах МОЗ Гурдумы. Вот мы по разным округам друг друга начали поддерживать, и сразу возникла мощная коалиция и политическая сила. Поэтому я сторонник коалиции. Я не против какой-то партии. Я даже когда свою партию пытался создать, и мне не дали ее создать, я все равно везде говорил, что «Яблоко» — это наши союзники, и мы ни в коем случае не должны конкурировать на выборах, мы договоримся и пойдем единым списком. Поэтому в этом смысле никаких параллельных историй я не собирался делать. Но я собирался создавать коалицию. Просто, знаете, Дмитрий, вот возникает такое ощущение, что российская оппозиция патологически не может договориться. Если даже вспомнить ситуацию вокруг партии «Народной свободы», которая получила регистрацию благодаря республиканской партии Владимира Рыжкова, так там тоже разругались и Михаил Касьянов, и покойный Борис Немцов, и Владимир Рыжков. Я этот вопрос обсуждал в интервью с Михаилом Касьяновым. И, опять же, не получилось союза с «Яблоком». Возникает ощущение, что вот это главная, самая главная проблема российской оппозиции — отсутствие какого-то внутреннего консенсуса и просто нежелание мерить в своей политической лице. Я не могу говорить за других, я могу сказать только за себя. Вот вы можете посмотреть мой опыт. Он говорит именно о том, что я всегда старался людей объединить, и у меня это получалось. И вот два примера. 2017 год мы договорились со всеми, провели депутатов. 2019 год, выбор в Московскую городскую думу. Наша команда договорилась и с «Яблоком», и с командой Алексея Навального, и с «Солидарностью», и со многими другими оппозиционными движениями не конкурировать, а друг друга поддерживать. И это дает результат. Да, это была проблема. Я надеюсь, что эта проблема когда-нибудь будет решена с нашей помощью в том числе. Как вы считаете, удастся ли на предстоящих выборах в Российскую Государственную Думу использовать стратегию умного голосования, которую фактически предложил Алексей Навальный в прошлом году, и действительно, которая дала реальные результаты. Именно около 15 более-менее оппозиционно настроенных политиков вошли в Московскую городскую думу, и тем самым поменяли, в принципе, атмосферу там? Я уверен, что мы точно сможем договориться по округам. А если мы договоримся по округам и не будем конкурировать, то да, такая стратегия, она вполне может быть использована. Но до выборов в Государственную Думу еще так много времени, вот мы с вами сегодня обсуждали там 2011 год, это так давно, вот как будто в прошлой жизни. А 2021 год – это вот такое далекое будущее, до него еще нужно дожить. Сейчас у нас кризис, у нас пандемия, у нас все рушится, у нас вся система управления в стране настолько деградировала, что власть, она не способна решать элементарные задачи. Сегодня на самый крупный онкологический центр представитель Единой России собирал деньги на туалетную бумагу. Понимаете? У нас люди в метро не могли попасть еще несколько дней назад, потому что сидели полицейские, проверяли пропуска. И неизвестно, как страна вообще из этого кризиса выйдет, потому что если в мире и Америка, и Германия, и Франция, и Япония, там, да все закачивают огромные деньги, просто там триллионы долларов в экономику, то Путин не делает абсолютно ничего. И вы даже не представляете, сколько людей, которые уже лишились доходов, которых заперли в квартирах, которым не дают выходить, еще их штрафуют, при этом они должны платить коммуналку, а денег нету. Я не знаю вообще, как бы страна, в каком виде дойдет до выборов в Государственный Дум. Поэтому, да, мы, конечно, думаем про выборы в Государственную Думу, но при этом мы настолько привыкли к тому, что ситуация в стране меняется настолько быстро, как повестка может измениться уже там летом этим или осенью. И там может быть уже или досрочные выборы, или ростов с парламента, или, я не знаю, еще что-нибудь произойдет. Потому что народ потихонечку уже звереет и понимает, что власть их просто кинула, людей. Она абсолютно просто. При этом в деревне, вот у меня где дом, под колонной, простые жители деревни знают, что, например, каждый американец получил по 1200 долларов. Они, люди здесь все достаточно смекалисты, они сразу посчитали, что это, ну, почти там 100 тысяч рублей там на наши деньги. А у нас вообще никаких денег не дают. Дмитрий. У всех кредиты, у всех налоговые там платежи. И я не знаю вообще, мне кажется, может начаться бунт уже регионов. Поэтому, доживем ли мы до выборов, не знаю. Дмитрий, на ваш взгляд, почему Путин затеял конституционную реформу именно в 2020 году, хотя он фактически остается у власти до 2024 года, его мандат до 2024 года. И, казалось бы, в принципе, конституционной реформой можно было бы заняться ближе к окончанию этого срока. Или конституционная реформа проводится лишь для того, чтобы сам Путин не чувствовал себя хромой уткой и не давал бы шанс российской политической элите объединиться вокруг поиска альтернатив Путина до его ухода? Во-первых, он не хотел быть хромой уткой, это совершенно очевидно. Но почему именно в начале 2020 года он это затеял? Это же ведь самый главный вопрос, который многие задаются этим вопросом. Я думаю, это связано с тем, что 2015 год прошел более-менее еще спокойно. Ну, неизвестно, как будет дальше, потому что в экономике нашей были такие проблемы колоссальные. Плюс... Сейчас, одну секунду. Потому что проблемы в российской экономике говорили о том, что 2020-2021 тоже будут такие переломные года, когда появятся массовые протесты, могут появиться массовые протесты. Лучше успеть провести вот это вот обнуление сроков до момента, когда это будет сделать гораздо сложнее с точки зрения общественного мнения, отношения граждан к вечному режиму Путина. То есть они решили успеть проскочить. Вот, но как в том анекдоте, да, знаете, да, когда авария выходит из легкового автомобиля, там, молодой человек говорит, я вот год за рулем, думал, проскочу. Водитель грузовика говорит, а я уже 20, у меня хрен проскочишь. Вот, и вот получилось, как в этом анекдоте, хрен проскочишь. Сразу два черных лебедя в виде обрушения нефтяных цен и коронавирус. И повестка с обнулением вообще ушла. Вы просто понимали. Я даже, честно говоря, не понимаю, как Путин сможет убедить граждан за это проголосовать. То есть это колоссальные для него риски. Дмитрий, у нас остается не так много времени. Хотел бы с вами еще обсудить вопрос Крыма. Вы в начале передачи, за что я вам искренне благодарен, вы признали, что Крым аннексирован. И вы знаете, очень редко можно услышать от представителей российской оппозиции однозначную оценку того, что произошло, что Крым действительно был аннексирован. Но дальше российская оппозиция не формулирует четкого представления и пути, каким образом можно разрешить этот кризис. Например, партия Яблоко в лице духовного лидера этой партии, Григория Алексеевича Явлинского, заявляет о необходимости созыва международной конференции, которая решит вопрос о будущем Крыма. А какой оценки вы придерживаетесь? И как вы считаете, является ли крымский вопрос определяющим в процессе отнесения того или иного человека к категории либералов? И на ваш взгляд, возможно ли при смене режима России для российского либерала или российских либералов, которые будут власти вернуть Украине Крым? Смотрите, у этой очень сложной проблемы нет простого решения. И когда задают вопрос, как вы отдадите Крым или не отдадите Крым, что вы будете делать, это такой простой ответ предполагает простое решение, а его нет. Первое, что нужно сделать, вот предположим, да, если я бы пришел к власти, что бы я сделал, я бы признал, что Крым аннексирован, что он был присоединен с нарушением международного права. Вот как только Россия признается в нарушении международного права, то это создает переговорную позицию. И с Украиной, и с Евросоюзом. Вот дальше уже, когда мы признали, да, вот были совершены ошибки, вот или там неправовые действия страны, мы это признаем. Да, давайте теперь думать о решении, которое бы всех устроило. А теперь вы должны понимать, что такое отдать Крым. Это же ведь решение Государственной Думы, правильно? Государственная Дума – это политические партии. У политических партий есть свои избиратели. А избиратели, эти партии зависят от общественного мнения. Вы можете хоть все, что угодно с трибуны говорить, но вы никогда не проведете такое решение. Значит, нужно искать выход, который устроит и общественное мнение России, и общественное мнение Украины, да, вот, и создаст условия, при которых и парламент сможет проголосовать за такие, те или иные решения. Какие решения? Черт его знает. Непонятно. Для начала нужно просто создать нормальную переговорную группу, которая будет стремиться к поиску компромисса. Ведь сейчас почему ничего не происходит? Потому что Россия пытается разговаривать с Украиной на правах. Типа, мы тут старший брат, что хотим, то и делаем, а вы должны нам подчиниться. Ну все, никакого компромисса не будет. Или мы не признаем, что мы там что-то аннексировали. Все правильно, значит, это вы у нас в 92-м там незаконно это сбрали. Вот, с таким подходом решения не будет. Но как только меняют политические элиты в России, как только будет готовность к выработке решений, они найдутся. Может быть, не через год, не через два, через пять. Может быть, найдена будет форма какого-то решения, может, какой-то компромисс будет найден. Может быть, Россия там войдет в ЕС через какое-то время, предположим. Вообще не будет гранит. Или вообще непонятно, как после коронавируса эта ситуация будет раздуваться. То есть решение должно устроить общественное мнение граждан, иначе просто вы его не сможете принять никак. И решение должно создать для политиков какой-то горизонт, чтобы политики могли это решение объяснить, чтобы политики смогли реализовать это решение. И здесь только поиск компромисса. Но опять-таки, чтобы искать компромисс, Россия должна сделать один важный шаг. Признать. Вот мы признаем, да, не мы, а Путин, да, совершил, нарушил международное право. Блан, экс. Все. Вот с этих позиций давайте теперь разговаривать. Дмитрий, большое вам спасибо, что согласились. А уж там будет, да, еще важно, будет ли международная конференция, не важно как. Просто сядут люди и продумают, как можно это объяснить. Дискуссия организуем, публичная дискуссия на телевидении, там и так далее. И у вас там, и у нас. Будем искать решение такое. Оно может быть найдено, но это очень сложно. Это не в течение, там, долгосрочной какого перспективы. И это решение необходимо будет принимать, наверное, уже вот нашему поколению политик. Дмитрий, большое вам спасибо. Потому что на том уровне никакого доверия нет. А на нашем еще есть. Дмитрий, большое вам спасибо, что согласились дать интервью телеканалу Медиа Информ. Напомню, для наших телезрителей с нами сегодня был один из самых ярких, самых известных российских политиков, оппозиционных политиков, Дмитрий Геннадьевич Гудков. Спасибо, что были на телеканале Медиа Информ. Спасибо, что были на телеканале Медиа Информ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова